Всем привет! С вами Ольга Сергеева и Кинотрафик. Чтобы создать праздничное настроение и удержать его, я расскажу вам о лучших новогодних и рождественских фильмах на любой вкус. А знаете ли вы, что в каждой стране есть своя ирония судьбы, которую показывают перед Новым Годом по каждому каналу? И в Америке эта черно-белая лента – это замечательная жизнь. Еще никто и никогда не знал истории жизни более волнующей, более трогательной и более романтичной. Главный герой, подавленный неудачами и проблемами с деньгами, решает под конец года покончить с собой. На помощь ему с небес спешит ангел-хранитель, который показывает отчаявшемуся мужу и отцу мир без него. «Интуиция» – еще один фильм, где герои находят друг друга в предновогодней суете большого города. «Ты веришь в судьбу?» «Не думал об этом. Дашь телефон?» Отчаянные ребята решают испытать судьбу. Они записывают свои номера телефонов на купюре и в книге. Деньги меняют, а книгу сдают букинисту. «Если судьбе будет угодно, мы встретимся вновь», – заявляет главная героиня. «Сара. Меня зовут Сара». Что же готовит им судьба и расскажет этот любимый всеми фильм? «Плохой Санта» – культовая черная комедия о необычном Санта-Клаусе. «Что ты хочешь? Что тебе нужно? Что ты делаешь?» Раз в год на Рождество он вместе со своим напарником традиционно грабит очередной универмаг. Отсидев срок, он любит выпить и стал просто невыносим. Но нашелся мальчуган, который все-таки в него поверил. «Где твои сами?» «В мастерской». «А где олени?» «В стойле». «А стоило где?» «Рядом в мастерской». «А как же они спят?» «Ты издеваешься надо мной?» И Вилли придется творить настоящие чудеса, чтобы на сей раз довести задуманное до конца. «Я сегодня побил детей, но это было не зря, мне стало хорошо». «Тебе, друг, лечиться надо». Знаменитый фильм Билли Уайлдера «Квартира». Он рассказывает о скромном служащем страховой компании, который, чтобы хоть как-то продвинуться по карьерной лестнице, одалживает ключи от своей холостяцкой квартиры приятелям для романтических секретных встреч. И действительно, дела начинают идти в гору, но тут нашего героя угораздило влюбиться в девушку, с которой встречается в его квартире собственный начальник. «Независимый кинематограф» сегодня представляет фильм «Полночный поцелуй». Это самобытное и искреннее кино, которое невозможно не полюбить. Черно-белое разговорное инди-муви об одном из эпизодов из жизни двух молодых людей, которые, устав от одиночества, случайно находят друг друга в безграничном пространстве интернета для того, чтобы вместе встретить Новый Год. «Страна Оз» – недавний, но ставший уже культовым фильм Василия Сигарева о наступлении Нового Года в России. Пока жители Екатеринбурга готовятся к главному национальному празднику и шинкуют Оливье, Ленка Шабадинова спешит до боя курантов принять смену в киоске на улице Трафарезов. Но она даже не подозревает, что новогодняя ночь приготовила для нее безумный сценарий. И в заключение советская новогодняя классика от Эльдара Рязанова – «Карнавальная ночь». Молодые работники Дома культуры пытаются одновременно устроить вечеринку в Новый Год, победить зануду бюрократа Огурцова, а заодно решить свои романтические проблемы. «Подготовить хороший вечер – это дело нешуточное». «Не беспокойтесь, товарищ Кавилово, я и сам шутить не люблю, и людям не дам». У веселых и находчивых получается успеть все до боя курантов. А еще очаровательная 20-летняя Людмила Гурченко и песенка про «Пять минут». Пять минут, пять минут, Бой часов раздастся в ссоре, Пять минут, пять минут, Помиритесь те, кто в ссоре, Пять минут, пять минут, Разобраться, если строго, Даже в эти пять минут Можно сделать очень много. А в этом году у меня все. Пять минуты – Продолжение следует...